Обжаловало решение суда. Александр Сурков хочет во время следствия находиться на свободе, а не за решеткой. Председателя областного комитета по капитальному строительству арестовали по подозрению в получении взятки. По мнению следователей, полученные чиновникам 7 миллионов рублей были так называемым откатом. За эти деньги Сурков обещал предприятию «Саратовгезстрой» победу на конкурсе, на котором выбирали организацию, что будет строить Саратовскую набережную. Подробности этого громкого дела узнавал Станислав Ивашенко. Стас, вот обычно представители правоохранительных органов охотно рассказывают о задержании взяточников, но на этот раз все иначе. Информацию не просто не афишируют, а даже наоборот. Начну с того, что сегодня мне вообще впервые показали видео кадры задержания Александра Суркова. Его арестовали на рабочем месте. И по мнению некоторых аналитиков, это видео вообще никогда не покажут широкой публике. Дело в том, что чиновник имеет билет партии власти, и он занимал очень высокий пост в правительстве. Но, повторюсь, это лишь только версия. Ну, а что конкретно видно на видео? Люди в форме дождались окончания совещания в кабинете у Суркова. Затем вошли в приемную и вывели чиновника, заложив ему руки за спину. Его отправили в Следственный комитет на допрос, а в это время в его кабинете и у него дома в квартире провели обыски. Подробности этого дела не распространяются. О случившись не говорят ни следователи, ни в руководстве Саратов-Гестроя. За неделю нам так и не удалось поговорить с Алексеем Понагушиным. Это директор предприятия Саратов-Гестроя, который и сдал Суркова в правоохранительные органы. У него совещание, у него дверь прямо передо мной. То есть еще ни один мужчина, ни один начальник еще не вышел из его кабинета. Вчера он весь день был в Саратове. В пятницу тоже, в четверг тоже. То есть он сейчас постоянно мотает в Саратов. И вот целыми днями не бывает на месте. А с какой целью он ездит в Саратов? Это уже не важно, с какой целью он ездит. Он ездит с делами в третьем. Ну а что о случившемся говорят эксперты? Ведь это дело обещают быть самым громким в этом году. Версий на самом деле очень много. Учитывая, что официальной информации нет, то дело постоянно обрастает различными слухами. Есть даже мнение, что Сурков был только посредником в этой взятке. Якобы 7 миллионов предназначались не ему. Почему не берут там какого-то чиновника? Потому что у него есть тумбочка, где в этой тумбочке сложен компромат на многих людей. Поэтому себе дороже. Лучше пусть он сидит и немножко приворовывает, чем на свет божий вылезут какие-то совершенно нелицеприятные вещи про широкий круг ответственных товарищей. Ну а мне остается только добавить, что сегодня в правоохранительных органах мне сообщили, что якобы у Суркова в кабинете была найдена тетрадь, в которой и вся была записана его черная бухгалтерия. От кого и откуда он и сколько брал. Понятно. Спасибо. Это был Станислав Ивашенко. С последней информацией о ходе расследования дела председателя областного комитета по капитальному строительству Александра Суркова. Редактор субтитров А.Семкин